Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Nord Stream. И сегодня я с огромным удовольствием расскажу о последней, скажем так, подсерии в серии Kanda X. Это Kanda X Lite и его разновидность Kanda X Lite джек. Общие данные следующие. Конструкция бланка WS Construction, Toray 800 Graphite и Graphite Toray 40J. WS Construction я уже много рассказывал про это, поэтому лишний раз повторяться не буду. Если смотрите обзоры, как бы вы это все дело уже знаете точно. Могу только сказать, что палки достаточно мощные и, самое главное, надежные, которые очень хорошо держат отрицательный угол. Кольца Seagate RS в Титане, катушка-держатель в пузе WSS. Но это пока общие данные. А теперь, если мы поговорим по каждой модели, то начнутся отличия. Первая модель это 752 модель с тестом 2.10. Она, в первую очередь, ориентирована на ловлю некрупными колебалками, некрупными воблерами, в том числе и легкий-легкий-легкий твич. Это обычно применяется при ловле головля, когда нужно провести, немножко поддернуть. Ну и, соответственно, максимально то, что на нее можно нормально ставить, работать. Это класс что-нибудь дочери и близкий к ним, то есть дайвинги с углублением полтора метра и размером порядка до 50 миллиметров. Следующая модель это у меня в руках. Одна из моих самых любимых. Это Kanda X-Lite длиной 7.6, то есть 2.29 и с тестом от 3 до 12 грамм. Максимально универсальная лайтовка. Позволяет работать основной массой колебалок. Позволяет работать практически всеми воблерами, которыми мы ловим головля в разных условиях. Ну, не только головля. Это и есть, может быть, и жерех на некрупные пилькеры. При этом достаточно мощный комель позволяет работать с довольно крупной, серьезной рыбой. То есть рыба под килограмм, головля, которая сопротивляется достаточно сильно, выводится на ней просто без проблем. Все это благодаря чему? Обе эти серии, они сделаны со средне-быстрым строем. Вершинка у них относительно жесткая. В первую очередь это сделано для контроля за приманкой при проводке. Потому что если вершинка будет мягкая, контролировать приманку будет, особенно легкую приманку, будет достаточно сложно. Теперь следующий момент. Это две следующие серии. Это Канда Икс Лайт 802 LML и Канда Икс Лайт 832 ML. Почему я их выделяю? Потому что их изначальное назначение, самое главное, самое важное, это ловля на легкий джиг. То есть тест восьмерки 802 LML это 4.16, тест 832 ML это 5.21. В чем основное отличие от более младших моделей? В первую очередь это немножко смягченная вершинка. Для того, чтобы мы визуально могли видеть падение приманки на дно, ну и собственно говоря контролировать этот процесс. Комбли довольно мощный, строй чуть быстрее чем 752 и 762, но при этом как бы удержание рыбы без проблем, потому что во всей серии сделан на это в том числе акцент. То есть спиннинги не только мощные, не только хорошо кидают, не только чувствительные, они еще так же, как и вся серия Канда Икс, они липнут к рыбе, как это называется. То есть сходов даже окуня, который там пришел за пленочку, ну вот сейчас вот на этой рыбалке у нас был просто минимум. Хотя нам, как всегда, повезло в кавычках, рыба крайне неактивна, приходится уговаривать практически каждый хвост. Общее рассказал, давайте теперь я покажу просто как работают джиговые версии 4.16 и 5.21 на своих низах. Верха ставить смысла нет, как бы там запас есть, если честно. Более легкие модели на джиге показывать не буду. Для нормальной адекватной работы в принципе это достаточно докинуть примерно 1-1,5 грамма. То есть 2.10 нормально будет джиговать с головкой 3 грамма, а 3.12 нормально будет джиговать с головкой 4 грамма. Вопрос, зачем же я тогда сделал вот другие модели, например там 4.16, они же по идее пересекаются. Нет, не пересекаются. Во-первых, 4.16 оптимизировано под максимальный дальний заброс, и во-вторых, 4.16 все-таки работать именно по легкому джигу будет лучше, чем вот эти вот универсальные модели, более короткой длины. Естественно, сразу же будет вопрос, а вот 5.21, 4.16 как они будут работать с не джигом, скажем так, а вот с теми же воблерами, например. В принципе работают они будут без проблем. Надо понимать, что чуть-чуть смягченная вершинка, она немножко понижает планку. То есть 5.21, например, нормально работает с кранками размером до 60 миллиметров и заглублением до 3 метров. Собственно говоря, мы сейчас и ловили. 4.16 нормально работает с такими же кранками с заглублением примерно до 2-2,5 метров. Вот, то есть если вы смотрите универсальную модель, чтобы ловить и на джиг, на легкий и использовать такого размера кранки, то есть вот вариант там 4.16, 5.21 ваш. Если вы ловите в первую очередь вертушками, колебалками, кранками, минохами не сильно упористыми, которые надо твичить и подтвичивать, то тогда конечно же 2.10, 3.12 это ваш выбор. Давайте покажу сейчас работу на воде, отработка вершинки. Классический наш как бы прием, который мы показываем всегда для тех, кому интересно, как это будет видно. Сразу оговорюсь, рыбалка боевая, рыбы влетают крупные, поэтому на 4.16 в модели плетенка 0.8, на модели 5.21 плетенка тоже 0.8. То есть на самом деле, если объективно посмотреть, то есть веса 4.5 грамм, они в основном используются с более тонкими плетенками для лучшего заброса, для лучшей чувствительности, но здесь мы это делать принципиально не стали, то есть вот 0.8, хорошая рыба, легкие веса. Смотрим. Так, в руках 4.16, 802 LML, плетенка 0.8, канат, вес 4 грамма плюс маленький 3-х дюймовый 300 ручек. Собственно говоря, вот классическая условная приманка под легкую ловлю. Смотрим, как работает. Стоящая вода, естественно. Проверяем все на стоячей воде, потому что течение иногда помогает, иногда мешает, лучше без него. Естественно, как бы, ну, выбрали место, где ветер не сильный, то есть тут там, дай Бог, 2 метра в секунду. Понятное дело, что если погода будет хуже, то визуальное чувствительность будет тоже хуже. Но тут уже все зависит от условий, в которых вы ловите. Чувствительность. Вот сейчас стукнуть по коряшке почувствовал. Бам, дзынь. Как отработает вершинка, вы видите. Это 4 грамма, 3-х дюймовый твистер и, соответственно, Канда X-Lite 802 LML. В руках Канда X 832 ML, тест 5.21, голова 5 грамм. Та же самая, 3-х дюймовая приманка. Кстати, может, это 2,5 дюйма. Что-то я не смотрел. Вот. Смотрим заброс. Сразу еще скажу отличительную особенность вот именно этой модели. Если 4,16 все-таки палка быстрее, ощутимо быстрее, чем 75 и 76 модели, то 832 ближе к более короткой. Почему? Потому что вес уже головы 5 грамм. Он позволяет сделать строй достаточно средне-быстрым, ближе к классическим вот этим вот речным моделям. И при этом нормально работает с джигом. То есть самая быстрая 4,16, потом по строю чуть менее быстрая это 5,21 и следующий ближе к классическому игре Арфасту это 2,10 и 3,12. Давайте только понимать, когда мы говорим быстро и там медленнее, это все вот очень маленькие-маленькие нюансики. То есть общая концепция строя это средне-быстрый строй, но что-то из моделей чуть быстрее, что-то из моделей чуть медленнее. Так, нас опять разворачивает по ветру, который сегодня крутит, поэтому давайте я кину и покажу, как оно работает. При этом из-за того, что вершинка достаточно жесткая, спинник длинный, спинник рассчитан именно под дальний береговой заброс в первую очередь. У нас даже на 5 граммах уже присутствует так называемая отрыжка, во-первых, а во-вторых, у нас присутствует намного больше, лучше, я бы сказал, чуйка. Чувствительность в руку здесь выше. Даже вот при падении 5 грамм на какую-нибудь коряжку прям идет звон. Что-то пока не попадает на коряжку. Главное на рыбу не попасть, потому что здесь вбитают маленькие злые щучки с большими острыми зубами. Вот у меня сейчас было падение на коряжку сначала, потом уже приземлилась на дно. Немаловажный момент, который еще хочу добавить в качестве, скажем так, резюме. Легкая, стройная, умеренно злая, великолепно сбалансированная серия. Чувствительная, посылистая. Если немножко вложиться, пуляет очень далеко. Если просто не вкладываться, кидает далеко просто. Ну и собственно говоря, вот на мой взгляд, одна из лучших моделей вот именно для легкой ловли разного типа. При том, что вот если я говорю, что Канда Икс Лайт Лайт Джиг абсолютно не значит, что ее можно использовать только в джиге. Сейчас здесь я с удовольствием на нее ловлю крупными краинками, даже чабиками. Вот Тест 521 новый чабик 41 СР 5,5 грамма. Летит, нагружает бланк, вполне спокойно. При этом вываживание там какая-то килограммовая рыба, там ну тоже голавль, ну это вообще не соперник. Собственно говоря, вот получилось то, что хотел. Прилипчивая к рыбе, мощная, чувствительная, сбалансированная, кидучая. И все это, в общем-то, не за бешеные 40 тысяч, цена будет ну примерно там тысяч 17-18. На этом все. Надеюсь, как бы информация будет вам полезна. Ну а с вами мы увидимся на воде. Всего доброго. Всем пока.